В эфире Актуальный разговор. Здравствуйте. И сегодня наш разговор посвящен вопросам противопожарной безопасности в летний период. С 11 августа на территорию Лобинского района введен особый противопожарный режим. Это связано с высокими температурами. И сегодня гость нашей студии, исполняющий обязанности начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации Лобинского района Александр Васильевич Рощупко. Александр Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие задачи стоят перед органами власти, почему, собственно, ввели вот этот режим и в каких населенных пунктах, наверное, более остро стоит этот вопрос? Да, 11 числа этого месяца был введен режим повышения особого противопожарного режима на территории Лобинского района. Это по рекомендациям Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. В связи с тем, что у нас установился пятый класс пожарной опасности на территории всего района. В связи с тем, что мы ввели особый противопожарный режим, на территории района определяются некоторые моменты по хозяйственной деятельности. В этот режим запрещено разжигание костров, как костров, так и сжигание мусора, стерни и тому подобное. В момент особого противопожарного режима главами поселений проводится ряд мероприятий по пожарной безопасности. Это усиливается работа по опашке населенных пунктов, объектов экономики. Проводится работа ТОС по обходу населения частного сектора и с профилактическими мероприятиями, что необходимо делать частному сектору, жителям в данный период. Это уборка сухой растительности, мусора с территорий, как с прилегающей, так и с частного подворья. И о том, что необходимо соблюдать меры пожарной безопасности в первую очередь. Но, наверное, основная проблема – это действительно частный сектор, где у людей и постройки хоз есть, и действительно сады, огороды, которые тоже убирают сорную траву и потом пытаются, конечно, ее сжигать. А как предприятия, организации в этом режиме, какая ответственность и какие задачи стоят перед руководителями? В главном поселении уже ведется работа, созданы межведомственные рабочие группы по обследованию территорий, и которые работают практически круглосуточно по выявлению пожаров и профилактической работе. Уже направлены письма и проведены беседы с руководителями организации, которые должны провести обучение работающего населения на своих предприятиях по пожарной безопасности, рассказать им, какие меры необходимо соблюдать при особом противопожарном режиме. И сами объекты экономики должны быть приведены в пожаробезопасное состояние. Это обкошена сухая растительность и, соответственно, обпаханы территории, где это необходимо. Хочется узнать о роли ВДПО. Как подключается эта организация во время единого режима? В ВДПО находятся добровольно-пожарные дружины, которые находятся территориально во всех поселениях. Они также у нас участвуют в межпрофилактических группах по обследованию территории. При выявлении той или иной ситуации, к примеру, костер или возгорание, ВДПО незамедлительно выезжает и проводит тушение, если это необходимо. Александр Васильевич, но все-таки лето – это период пикников и отдыха. Многие любят готовить на гриле. Какие рекомендации даете? В связи с тем, что сейчас реально очень пожароопасная обстановка, все видят, какая температура на улице, просто рекомендации такие – не разжигайте в данный период ни костров, ничего. Обойдитесь об этом, приготовьте пищу дома и выйдите спокойно на природу и пообщайтесь без разведения костров. На данный момент усилены работы административных комиссий, которые тоже мониторят обстановку. И если межведомственные группы выявляют нарушение правил особого противопожарного режима, сразу выписываются протоколы. Вот в прогнозе погоды, в предстоящие выходные, вроде бы, ожидаются дожди. Поможет ли этот прогноз отменить режим? Или следующая погода опять-таки будет устойчивая? На этих выходных небольшое похолодание есть, но особый противопожарный режим будет сниматься, если при определенном течении времени, нескольких дней, должна соблюдаться определенная влажность, температура и понижение. Если это будет, нам будет рекомендовано снять особый противопожарный режим. Мы так и сделаем. Вот все, что мы сегодня озвучили, о чем поговорили, если люди будут все-таки нарушать вот эти требования, там же предусмотрена система штрафов. Кто, какой надзорный орган или кто вот вправе наказывать? Практически в каждом поселении Лобинского района создана административная комиссия. Имеют право составлять протоколы как административная комиссия поселения, так и отдел надзорной деятельности по Лобинскому району, который находится по улице Мира, 109А. Но в завершении нашего диалога я хочу предоставить вам возможность обратиться еще к жителям района еще раз, как себя вести во время вот такой жаркой погоды. Я рекомендую жителям и гостям города Лобинска провести данные выходные и любой день в эту жаркую погоду без разведения костров, полностью соблюдением пожарной безопасности. Даже брошенная спичка неаккуратно может привести к серьезным последствиям. Увидительная просьба, отдыхайте без огня. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok